Вы кто сражаетесь? Сражаетесь! Слава тебе! Исполни тебе, Господом! Всех вас, сечеснивцы, братья и сестры, поздравляем с праздником! Светлого Рождества Христова! Братья и сестры всегда знают, этот праздник ассоциируется с самого детства моего, как, ну, детский праздник. И я не знаю, какое настроение привилось и с какого времени именно детскости этого праздника, то ли на подсознательном уровне, потому что у каждого человека душа христианка. И, соответственно, как бы мы были церковные, не церковные, взрослые, маленькие, там на подсознательном уровне душа радуется о Христе, Богомладенце, родившемся. То ли это, братья и сестры, таким настроением верующих наших взрослых, которые старались и в то безбожное время советское донести до нас светлую радость праздника Рождества Христова, подчас простыми словами. Ведь и первые калятки, которые я выучил, меня учили бабушка, крестная, соседи. Учили первым каляткам, первым щедривкам. И посылали по дворам ходить калядувать. Когда-то ж первый раз пошел калядовать, и это добрая традиция у нас в селе держалась. То ли шутливые слова бабушкины, которые она говорила, что ты же, гляди, дитинка, до первой звезды не ешь. И у нас строго было. И бабушка не кушала, пока первая звезда в сочельник 6 января не взойдет на небо. Да, и я маленький был. Но бабушка говорила такие слова, кто до первой звезды есть, тому жінка ряба попадется. Да, ну знал бы, что буду монахом, может быть, ел бы. Но тогда не хотелось такого счастья, соответственно. И, конечно, так ждал той звезды, так кушать хотелось маленькому. Так что у нас село в таком, как бы в яру. Ну вот, и по лестнице вылазил на чердак, на сарай, так, на конек. И, глядив там же, чтобы звезду побачить, чтобы звезда появилась уже. И первым бежал бабушки, докладывал, что звезда появилась, что значит можно уже приступать кушать. Но была еще такая традиция, 6 числа у нас христославили. У нас тут два такие появились колядника, которые уже 6 вечера колядували. И 6 на 7 ночи покой не давали 9 корпусу. Но 6 на 7 не колядували у нас. 6 вечером у нас христославили. Что это означало? Брали кутю, узвар, компот сушки, или, как у нас назвалось, крышеників. И шли до кресного и кресной. То есть поздравляли кресного и кресного, давали ему зварчик, давали кутю. И они, соответственно, давали денежку, копеечку. Но при этом не колядували, а, ну, петь не умили особо детвора, а читали тропарь Рождеству Христову. Да, Христос, Христово Рождество, и оно, как правило, бабушка на бумажке писала этот тропарь, чтобы не ошибиться. Уже бумажки учили, печатными буквами бабушкой написаны. И, соответственно, тропарчик читали и приносили кутю и узвар кресному и кресной. Потом, впоследствии, я знаю, что вот уже когда я в лимане служил иеромонахом, то там уже носили узвары, кутю, не только крестному и крестной, а носили уже, соответственно, там и соседям. И уже ходили, уже 6-го числа там уже такие крестники, такие лбы под 2 метра уже ходили кутю, носили. Ну, это уже такое тоже было, как бы сказать. Калядовать же у нас начинали всегда с 7-го числа на праздник Рождества Христова. И после обеда начинали, самый маленький бегать после обеда. Потом уже взрослее, взрослее, и до самой глубокой ночи ходили калядовал. Я вспоминаю, когда я учился, это 86-й год был, 7 января. Значит, я уже учился в институте. В Воронеже я приехал из института специально на электричке домой на вечерний. И вот я вспоминаю, что в 6 часов вечера электричка приехала. И от электрички так нам в село в Яр спускаться, немножко вниз так. И морозная вот такая ночь со снегом, да, темно уже. И там, 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 в разных концах села лунала калядники калядовали, ходили по селу. И вот мы договорились с моими друзьями тогда уже. У нас человек около десятка собрал, что собираемся возле клуба и идем калядовать. И вот мы в 8 вечера собралися, хлопцы одни. Да, и от нас человек 10, мы в 8 вечера начали, а закончили калядовать утятых. Это четвертая хата от краю от села уже в 4 часа утра. Царство небесное тетя Маша, такая она хлебосольная была. Со своей, конечно, судьбой такой она, как бы с особой скорбной. Но она такая хлебосольная была, и с ее сыновьями, как бы сказать, и одноклассник был, и дружили вместе мы. И мы как раз пришли, они в гости ушли в это время, стали еще накрытые. И вот мы уже так накалядували, что мы сели, в тепле распарили нас. Тетя Маша нас покормила, да, покушали мы, да. И уже, как Виталий Кузнецов говорит, я уже никуда идти не хочу, у меня уже сил немало. Ну, то есть с 8 вечера до 4 утра, это из хаты в хату, отходили и калядували. Ну, такая вот традиция была, братья и сестры. Добрая традиция, которая, к сожалению, с перестройкой в 90-е годы, как-то она, эта традиция, сидят в интернетах дивляться, кто как калядует, там все такое. А так, как-то, особенно по селам, эта традиция как-то пропала. Тогда меньше было этих интернетов, мобильников, гаджетов, которые также и называются гаджеты. Да, темы, кто так особо в них сидит. Ну вот, тогда люди искали общения, искали взаимной радости, искали утешения друг с другом, какого-то такого на праздник Рождества Христова. Я вспоминаю владыка Алипий, как рассказывал про свое село, село Малиївка, как они ходили калядовали, и тоже рассказывал, что послевоенное время, владыка с 45-го года рождения был, голодно, бедно все жили, и жили дедушка с бабушкой одни, и у них за калядки давали яблоки. Ну, что это такое зимой тогда яблоко получить ребенку? Это же вообще не чудо было, по сути. И вот мы, говорит, зашли, покалядовали, нам же каждому по яблоку дали. Вышли, говорит, так хочется еще по яблоку, да. А давай, мы, говорит, попереодеваемся. Ну вот, и зайдем, еще покалядуем. Ну, мы, говорит, попереоделись, одеждами поменялись, да. И заходим вам закалядувать. Ну, заходим, а бабушка такая, ой, дедки, вроде вы у нас уже были. А дедушка-то, говорит, заметил тоже, что улыбается тоже. Да баба не спрашивает. Да нет, начали у нас уже были. Ну, мы же, конечно, догадались. Один говорит, не баба, мы у вас еще не были. Гляньте, у меня и шапка не такая. Да, да. Это владыка Алипий рассказывал тоже. Мне вспоминается, как слова владыки Илариона, который тоже традиции эти помню с детства. И он очень интересные слова сказал, когда-то проезжая к нам на Рождество Христово, что калядки – это богоугодное дело. Интересно так сказал владыка. И объяснил, почему. Если бы они были богоугодные, то в советское время за них бы они гоняли. А в советское время запрещали калядовать, щедрувать. Это же было, чуть ли не могли разборку в классе устроить, что ты ходил калядовать, или что ты ходил щедровать, или посевать, допустим. Но не приветствовалось. В школе это и атеистической идеологии коммунистической. И тоже владыка интересной такой вот сказала причину, что если бы это не было богоугодно, то безбожные власти это бы не запрещали. А тогда было, и тем не менее. Мы знаете, в нашей Святогорской лавре, вы не первый год уже как бы мы вместе живем, и знаете, что всегда в нашей Святогорской лавре с малого началось, с малого началось, и уже и сотни калядок записаны, и каждый год новые и новые калядки появляются. И традиция калядовать, несмотря на военные годы, и на лихолетие, и на трудность многим добраться до Святогорской лавры, тем не менее, она, эта традиция осталась. И многих так она притягивает этой светлой детской радостью в стены обители Божьей Матери, чтобы порадовать друг друга калядками, чтобы утешить друг друга добрыми пожеланиями, чтобы прославить Бога, который сказал, что Он есть любовь. И на самом деле своим доказал свою жертвенную любовь по отношению к нам. И мы в сегодняшний день, прославляя Христа родившегося, прославляя Его причистую Матерь, вспоминаете, добрые братья и сестры, такие вот впечатления детские. Мы же бегали так от хаты до хаты, и еще и переспрашивали, что где дают, где интересней. У Бабы Дуни Вороновой там всегда она свежие блинчики пекла, и тут же горячие прямо раздавала калядникам. Допустим, Дед Митина Вороневу, Баба Поля, у тех всегда по 20 копеечек давали, и шоколадочки такие маленькие были в советское время, для тех там чуть ли не выстраивались на калядке. И у многих так бегали, но бегали по пути, и разспрашивали, что у кого дают, так же в снежки по пути играли, там друг друга в сугробах вивали, там если две группы калядников встретились, посмейемся тут же, порадуемся, опять побежали по хатам калядовать. И надо было видеть, с какой радостью отвечали хозяева хаты. Традиция была, что мы заходили в сины, и в синах так начинали, три, четыре, и хором вам закалядувать. И уже если из хаты был ответ, калядуйте, тогда уже проходили в хату и калядували. А если из хаты не было, то еще раз, может, не почули, то еще раз. Но в синах пока же не открывается дверь, сказали, калядуйте. И тогда уже заходил с разрешения хозяев, соответственно, мы уже калядували. Но это обязательно было. И тогда посылу там, 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 там было слышно, там вам закалядувать, или вам защедрувать, потом уже на щедрый вечер, на Старый Новый Год. И это добрая традиция, и такие светлые воспоминания обо всем этом, братья и сестры, и в сердце, и в подсознании. Дают такие добрые слова какие-то, и желание этим добром поделиться, и услышать вас, тоже пришедших, со своими воспоминаниями, со своими какими-то детскими такими тоже настроениями, воспоминаниями своего детства. А кто-то еще, сам ребенок, тоже пришел и радуется Рождеству Христову, возможность и себя показать, и подарок получить заодно, тоже полезная вещь. Дай Боже, братья и сестры, чтобы эта добрая традиция, как Владыка Иларион говорил, богоугодная, она не прерывалась в нашем Отечестве. Не нами было заведено, не дай Бог, чтобы на нас оно закончилось. А эта добрая традиция, старайтесь ее приумножать, и прилагать все свои добрые какие-то и чувства, и слова, и пожелания, для того, чтобы эта традиция, она жила среди нашего народа, среди нас, потому что, ну, знаете, постоянно радоваться нельзя. Но в такие праздники, конечно, не радоваться грех. Надо про все свое забыть, а помнить только одно в голове. Сегодня Христос ради всех нас родился. Если Бог нас всех любит, то кто мы такие, чтобы друг друга не любить? Да. Мы тем более должны Ему подражать. Так что дай, Боже, братья и сестры, всем колядувать. Поможи Господи, чтобы у всех хорошо получалось. Да. Чтобы вы сразу, знаете, подходите колядувать, там не думайте, получится, не получится, а вот то настроение сердечное, настроение разума, то чувство благодарности к Богу, постарайтесь выразить и настроением, и голосом, и словами. И вот тогда вы увидите, что оно, вот этот отпечаток чувств добрых наших и помыслов, оно будет по-своему ложиться на исполняемое песнопение, и оно будет даже простыми голосами по-простому исполнено, но незабываемое. Да. И особо, как бы, по-особому ощущаемо, по-особой радости. Храни все Господь. Царица Небесная, да, пускай Господь, родившийся, дарует нам радость в этой жизни. И всем хочется в этот день пожелать братьям и сестрам мира. Как Господь пришел на эту землю, принеся с собой примирение человека с Богом. Недаром и ангелы пели «Слава Вышних Богу! На земле мир, в человеческих благоволения». Так дай Божий и нас Господь пускай благословит миром внутренним и, как следствие, миром внешним. Храни все Господь помощи Божией. Христос рождается! Песня «Слава Богу!» Христос рождается! ПЕСНЯ 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 говорить о богатстве культуры нашего народа и в словах и в мелодиях но паси господи братья за такое сердечное исполнение такое что ну наверно многие сидящие скажут мурашки по коже до братья и сестры да кто есть паси господи братья за такое исполнение за такое прославление христа спасителя вы знаете бог в долгу никогда не бывает за каждое ваше доброе дело за доброе слово за старание то ли на богослужение то ли сейчас во время пения за ваше старание верьте господь стариться и воздаст да в небесном своем царстве и не только в небесном царстве вечности он еще и здесь да наделит вас утешительными такими своими настроениями своим утешением потому что ну когда в сердце господь когда стремление угодить богу человеком руководит то рядом ангел хранитель и рядом сам господь и это утешение но к человеку приходит как благодатный дар поэтому дай боже братья и сестры и по вашим молитвам да и братья и за старание чтобы те благодатные дары на которые щедр господь особенно в эти дни чтобы они почивали в сердце в уме каждого из вас помогая и дальше быть божьими поможи господи и хоть мы уже по часу взрослые такие ну а такими там взрослые по отношению к вечности вы представляете что это такое там 40 50 60 лет по сравнению с вечностью но это вообще еще в детский садик не пошли да это еще младенческий возраст вот поэтому помоги господи всем по подарку ну братья вы знаете шо хочу сказать отец амбросии скита начальник всесвятского скита с братьей тоже будет колядовать многие скажут из вас так нет уже всех святского скита есть еще две хатки осталось и самое святое место баня скитская осталась на углу вот поэтому знает вин остался этот скит на фотографиях вот вокруг которые у нас на стенах висят этот скит остался в нашей памяти до и благодатных про престольных днях которые мы там праздновали в тех молитвах этот скит остался еще в тех братьях которые лежат там похоронены и это чудо тоже братья и сестры если вы заметили сгорели два храма это за полчаса это огромный жар был все вокруг а а кресты все стоят на могилах которые вокруг храмов расположены братских это хорошо там мы живущие здесь да мы здесь и живем молимся в лавре как привыкли молиться но там тоже своя молитва идет там старые братья те которые уже в вечности они остались там скиту вместо нас молиться и и фундаменты храмов остались и я никогда не забуду отец иосиф как сказал говорит деревянные храмы лучше чем камень камень взорвало и сначала разгребте надо вывести строительный мусор а потом только строить а деревянные горит сгорели фундаменты стоять витром пепел сдулы опять строй да то есть проще уже набагато и мало того знаете братья и сестры когда только появилась первая возможность поехать на скид братья свидетели да мы там с братьей уборку сделали и садок все повыкашивали бурьяный порядочек и на виноградники навели где только можно и на храмах все это да но братья не дадут соврать что первая возможность как только выехать на скид было первое что сделал проехал с рулеткой с бумажкой по обмиря все фундаменты и скажу вам шо у мене в кель уже проект лежит на восстановление храмов да с некоторыми добавками с некоторым нюансиком с улучшением уже того что было но тем не менее бог даст братья и сестры и скид всех святки отстроим и свято место пусто не бывает его разрушали в тридцать первом году сорок си закрывали сорок седьмом зарывали тоже было уже сейчас этот скид сгорел да но он не сгорел в сердцах наших он в любви нашей не сгорел он есть памяти нашей и дай боже труды приложим нам не привыкать что-то строить святогорское братья это братья созидательное с деятельной любовью относящиеся к своей обители потому что ну шо ж одни венцы пара заработали за что то что построили значит еще братья венцы заработать за то что еще построить ну так она так она будет и дай боже чтобы она эта возможность отстраивать скорее всего рестарировать чтобы она быстрее пришла она утешительно видеть что-то созидающиеся а не разрушающиеся и чтобы так было братья и сестры надо просто бога попросить помолиться богу и господь все управы так как лучше потому что господь по-другому не делает по моим господь братья коляды дает а 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 и а а а а и а а и и а и и и и Слава Богу! Слава Богу! И знаете, я вспомню слова Владыка Алипия. Владыка Алипия как-то сказал слова, что церковь стоит строить, если в ней будет отслужена хотя бы одна божественная литургия. То есть ценность литургии в очах Божьих таковая, что ради одной литургии стоит строить храм Божий. Ради одной литургии. Поэтому дай Боже, мы еще отстроимся. А литургии у нас не прерывались. Слава Тебе, Господи! Слава Тебе, господи, 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 господи. И благодаря вам, дорогой Владыка, за эти предложения рождественных хороших, добрых традиций, в которых сеется очень много добрых слов, пожеланий и сочувствий друг к другу. Мы, вот это действительно сегодня, как дети, окунаемся в тое детство и вспоминаем, как мы в свое время проводили с любимыми нашими родителями, которые тоже очень детальники любили и учили наших этих порядок. Благодарим вас, Владика. И желаем вам под Богом отняться в крестах. Пусть благодать, тихо, светлое, вот эта радость наполнить в ваше сердце. И чтобы никто, никто не слуху, ее отнять. И Божьей помощи вам желать, крепости и восстановительным, чтобы добывать. Спасибо, Господи, мать. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ПЕСНЯ Субтитры создавал DimaTorzok ПЕСНЯ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ПЕСНЯ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ПЕСНЯ Субтитры создавал DimaTorzok в селе Богородичном как скит Свято-Успенской, Свято-Горской Лавры Во многих монастырях были такие годы испытания были годы испытания когда монастырь до основания уничтожаловались это Троица Сергия Лавра несколько раз стиралась лица земли Киево-Печерская Лавра Монголо-Татарами уничтожалась Польско-Литовские нашествия тоже соответственно И другие монастыри, многие почаев, нашествия турок переносил, и закрытие монастыря самого уничтожения православного всяко переносилось. Но вы знаете, монастыри потом восстанавливались, и недаром народ наш говорил, свято место пусто не бывает. Но почему Господь, казалось бы, от монастыря основался, уничтожился, основался, опять, допустим, претерпел какое-то разгорение, а знаете, наверное, этим Господь испытывает нашу твердость в монашестве. Вот представьте, разгорелся монастырь, и мы все смолодушествовавши, или отчаявшись, или принявши какие-то помыслы, что взяли и разбежали все, каждый его своясь. Но дело-то в том, что в монастырь стены разрушаются, а вот сестричество осталось. Сестры остались одной семьей, причем с надеждой, что они какое-то время перебудут в Святогорской лавре, тут в отчине Божьей Матери, но еще будут трудиться на восстановлении своего родного скита, своей родной обители в честь Божьей Матери, всескорбящих радостей. И это не только желание, знаете, сестер, сохранить монастырь не в стенах, а в самих себе, вот этом взаимном единодушии и в непредательстве. И это не только у сестер желание. Вы знаете, у нас беженцами жили жители села Богородичное. Маме 92 года, если не ошибаюсь, да, и дочка с ней тут была, и как-то еще время бомбежек, и какое-то затишье, когда бывало, то вечерком, бывало, проходили, так вот, эти жиночки проходили возле птичника, так утешались. Ну, я же выходила, подходили под благословение, и одна сказала такие слова. Вот моей маме, говорит, 92 года. И она говорит, дочечка, як только все успокоиться, ты ж гляди мою пенсию никуда не девай, а всю мою пенсию, яку я завещаю отдать на восстановление нашего Богородичанского монастыря. 92 года человеку. Своя хата разрушена, разбита, сгоревшая. Я, говорит, свою пенсию всю складываю, откладываю, чтобы потом ей отдать на восстановление нашей красоты, яка была в Богородичном. И эти жиночки сказали интересные слова. Знаете, как же владыка, наши хаты разбитые, ну, як бы нам это разрешили уже туда? Да мы б, каже, про свои хаты забули, а мы б там день и ночь эти развалы разбирали, чтобы начать восстановление храма. Это говорили простые жители села Богородичного. Своё желание, под бомбёжками, такое желание у них было восстановить монастырь. Понимаете, матушка, насколько этот монастырь для людей дорог. И тем более он дорого должен быть для вас. И он дорого должен быть не только в кирпичах, в стенах, колоколах и коностасах, а вот в этом сестричестве, которое там Божья Матерь собрала. Ничего зря не бывает, сёстры. И Божья Матерь, вы помните прекрасно, как икона и замироточила, и закровоточила в вашем скиту, наверное, утверждая каждую из вас о своём присутствии и о своём особом попечении, не только просто о ските, а о спасении души бессмертной, каждый из вас. Божья Матерь этим присутствием подтвердила, что ваш подвиг и ваше нахождение там для неё материнского сердца близко, и она вас не оставляет. Казалось бы, Святогорская лавра, сколько людей, тысячи сюда приезжают. Это древний монастырь, намоленный такой. Но Божья Матерь судила своим образом явиться в келье послушниц вашей обители, сугубо утверждая, что то место свято. Искит, хотя и новопостроенный был, но уже он был под особым попечением и остаётся в вашем лице под особым попечением Божьей Матери. Помоги, Господи, это понять. Вот это в сердце, в сердце вот этой мыслью проникнуться. Гоните всякую немирность из своих сердец и из помыслов. Вы знаете, помыслы всякие могут приходить, но очень легко их различить. Когда помысл приносит мир и радость, значит, это помысл от Бога. Если же помысл приходит смятение, какое-то раздражение, какую-то немирность, будь то с кем, значит, это не от Бога помысл. Это явно не от Бога. Это вражий помысл. А раз вражий, зачем он нам нужен? И нам не нужен этот помысл. Поэтому мы его должны нести на исповедь и обличать, не просто себя обличать, а врага, который хочет погубить нашу бессмертную душу какими-то помыслами, какими-то настроениями. Очень легко их различать. Помыслы от Бога и желания, которые приходят от Бога, они приносят мир в душу, радость в душу. Да, все люди кажутся ангелами, когда мы живем с такими помыслами. Поэтому поможи Господи, сестрички, жить вам самим ангельским образом жизни, изгонять всякий мрак, всякую эту неправду из сердец своих. Ну вот, и невзирая ни на что, так, на призвание Божьей Матери отвечать своей верностью. И Божья Матерь, глядя на ваше такое единодушие, скит отстроит еще в более лучшем виде, чем он был до этого. Мы этот скит построили на пустом месте, а уж на оставшихся фундаментах, то и подавно построим. Помоги Господи. Да, Боже благословение. Дорогой владыко, в этот радостный и праздничный день Рождества Христова и поистине детский хочется вас поздравить с Рождеством Христовым. Как когда-то в свое время к вертепу шли волхвы, пришли пастухи для того, чтобы воздать холост Богу-младенцу. Также в сегодняшний день со всех сторон нашей Родины и наших окрестниц истекаются во Святую Обитель Святогорскую. Многие люди и любящие Святую Обитель, дабы почтить вместе с вами и со всеми здесь собравшимися Рождество Христово. Главный праздник, тот, который вселяет в наши сердца детскости. Эту детскость мы видим, владыка, и в вас. Мы видим так же само и в более взрослых людях, и в бабушках, и в дедушках. И во всех мы видим, особенно когда дети поют, они этим своим, как бы заражают, то есть своей детскостью также и нас, взрослых. Владыка, сегодня село Адамовка, также Никольское, также некоторые детки, даже из Крестыща, это воскресная школа, которая будет петь, поздравляют вас с Рождеством Христовым и желают Владыковой крепости в это днелегкое время, душевных сил. Также помните, что мы вас любим и молимся всегда по вашей крепости, потому что вы наш отец, вы нам родной. Тот, который о нас молится, а также и мы молимся о вас. С праздником вас, Владыка Рождества Христова. А также примите, у нас такое поздравление с храмом, со скитом святителя Яна, а там гербовые печати. О, на дерево поздравление. Боже, а гербовые печати. Поздравляем вас с Рождеством Христовым. Батюшка сказал, это поистине такой детский праздник. И пускай у вас на душе всегда будет такая тихая детская радость, чтобы не было поменьше, чтобы было всяких переживаний, забот, чтобы был мир на душе и спокойствие. Поздравляем вас. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи. Сюда поставьте красиво. Мама, Господи, Бог может тебе слава. Да, давай. Шаново Владимир, я от имени всех жителей Микоевского, Адамовки и Христища, от имени деток хочу поздоровать вас с цим святом издва Христового, побажать миру, добра, Божьей ласки и многое-многое. Спасибо Господи. Я, что не каляду, уже подарки зарабатываю. Господи, ну я что-то так. Спасибо Господи. Спасибо Господи. Субтитры создавал DimaTorzok Песня. 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 Шанхайский и Сан-Франциский – это такой угодник Божий, который своей святостью объединил все континенты мира. Его знают и в Шанхае, и в Китае, его знают и в Новой Зеландии, и в Австралии. Его французы к нам приезжали в обитель, помню, как увидели икону Иоанна Шанхайского, они как дети руками так хлопали, подпрыгивали от радости на французском, спели ему тропарь гласовый. Святителю Иоанну. Сербы проезжали почитать как своего святителя, американцы проезжали и на престольные дни с Китана открытие памятника святителю Иоанну Шанхайскому, то есть и в Бельгии его знают как своего святого, то есть где угодник Божий, только он и появился, он всех объединял вокруг себя, а правильнее сказать, вокруг Бога, своею святостью. Даже католические священники Франции, спрашивая у своей паства, вы спрашиваете, есть ли святые в наши дни? Посмотрите на Ивана Босова, который ходит по Парижу, и вы ответите на этот вопрос. Католические ксензы, или кюре, как во Франции их называют, они называли святым святителя Иоанна, который был православным иеромонахом, и архиереем. Спасибо, Господи, сестры, что тоже вам пришлось пережить и Лаврия, и Богородичному, и вам одну чашу испить, потому что настолько мы переживали, что там с Адамовкой, посреди голого поля, то есть Кит стоит. Да, у нас хоть тут горы, как-то в низине все, а там все на открытой, как на ладони местности. Не имели возможности узнать, что с вами, вы не знали, что в Лавре тут-то делается. Я вспоминаю, как первая записочка пришла, написанная на память как раз святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Франциского, пришла первая записка к нам, и мы, соответственно, имели с волонтером и возможность передать записку туда, в Адамовку. И многие из вас помнят, что мы эти записки по подвалам читали, а потом еще и после службы, после отпуска в церкви читали эту записку. Мы привыкши, как мобильник, а может таким-то айфоном, смартфоном, чему-то, мы еще не знаем, всяким эсэмэскам, но мы написали на тетрадном листочке эту записку, мы со слезами читали друг к другу, перечитывали, что весточка с Адамовки пришла, что, слава Богу, живы-здоровы, все благополучно. Дай Боже, сестрички, чтобы скит ваш возрастал. Место особое, святое, намоленное угодником Божьим с детства, святителем Иоанном. Он с детства бегал через гору сюда, в нашу обитель, на службы, и с родителями сюда приезжал, и часто проживал в нашей обители. И можете представить себе детвора, он был такого же возраста, как вы. Ему солдатиков дарили, он их монахов наряжал, какие-то форты дарили ему, потому что он панецкий сын был, панов Максимовичей, ему форты дарили, он из них монастыри строил, и в монастыре играл. Весь дом иконами был уставлен, потому что он эти иконочки соответственно приносил с каждой службы или с каждых святых мест, где посещал. Поэтому, ну, наверное, особым промыслом Господь детвору собирает в этом маленьком селе, вокруг этого маленького скиточка, но который велик угодником Божьим, который там вырос. И дай Боже, чтобы это место стало, оно уже стало центром, про который многие знают и спрашивают, и общаются. И Адамовка, это для многих уже стало святым местом. При населении 130 человек в мирное время в Адамовке жило 130 человек, но при этом до пяти тысяч собиралось народа на престольный день и за столы садилось. По три, по четыре хора собирались, пели на престольный день святителя Иоанна Шанхайского. Дай Боже, чтобы наступил мир и мы имели возможность, пройдя через испытания, пройдя через испытания, сохранить в себе то звание монашеское, то единодушие сестрическое, ту любовь святителя Иоанна, которую он покрывал всех. Он и монахов любил, он и в семинарии был преподавателем, он и детский приют окормлял, он и по больницам ходил. Ему всех было жалко, все ему были родные, каждого он принимал, как своего близкого. И вы так же поступайте. И тогда святитель Иоанн на вас будет смотреть, как на своих последователей, так как на своих родненьких. Потому что по духу будете родные святителю Иоанну, а через святителя Иоанну будете родными Богу. И дай Боже достроить нам церкву в честь иконы Почаевской Божьей Матери, которую мы начали строить, но которая сейчас приостановлена строительством, но тем не менее, она приостановлена, но не брошена строительством. Со временем этот храм еще не будет людей вмещать. Помоги, Господи, сестры. Так что вы к тому времени готовьтесь. Помоги, Господи. Сейчас еще легче, сейчас трошки людей меньше, как-то у нас и исповедников меньше, и кормить на трапезе меньше. А вы готовьтесь, чтобы там будет больше. Для трудовых подвигов будущих. Ну а теперь помощники подрастающие ваши что-то собрались. Тут я знаю Никольская, и Христища, и Адамовка. Детворець Никольского, и родителям скажу, меня убеждали уже аннулировать документы на школу, как несуществующую в Никольском. Ничего мы не аннулировали. И даже Малый Штат держим, как положено по уставу, если организация считается действующей, даже зарплату платим. За то, что они просто в Штате значатся. Но тем не менее, школа в Никольском, она в документах существует, ну а в стенах, крышах и во всем остальном, Бог даст, раз ее отремонтировали, и еще раз отстроим, еще лучше. Наверное, была старенькая, она новостроить. Но будет. В Никольском школе, и она наша, Лаврская, Монастирская, все это будет, детвора. А вы же помощниками будете, да? Да. Как когда-то ученик Никольской школы, его что-то там строго назидают, назидают, и он говорит, ну не свариться вы на меня. Я говорю, когда вырасту, буду шофером, и буду в школу дрова на машине возить, в кочегарку. То есть у ребенка такое, что когда вырасту, то я в школе буду добром отплачивать. Ты понимаешь, какая детская душа, что он уже планирует, что он вырастет, и для школы будет что-то делать доброе, как школа, дело доброе для йога. Поэтому, дай Боже, детвора, да. Все это проходяще, дай Боже, его пережить, а вместе переживать легче. Ну, будьте помощниками, матушкам своим настроением. Да. Матушки заунывают, вы их трошки так выселите там. Да. Ну, что, калядувать будете? Да. Давайте, калядуйте. Матушки заунывают, а в небе цирок забывали, святый вечер наступает. Мы собрали себе с людьми, чтобы расслабить Христа. Мудрецы здесь сходу шли, и дариться ронесли, и родила вся земля, тим чудово намовляли. В тей далекой стороне, в лесу собередник, успелялись пастухи и молитвы и хвалили. Слава Господа, царе, не мешало царе, и ловлядь в новой цвей великой храме. Из великого різдва вся история мова почалася в славный день для спасения всех людей. Мы різь Бога Христа шануем и широко полядуем. Славьте Бога у хвилі всі великі та малі. Ність різвяна, світло и чисто, небо зорями намиста, вся вся радость богатого, намесе різвяна святого и широко полядуем. Это свят різь Бог Христово. Всі вставайте та підемо поклонитися Христу, хоть молятник появился, все и над ним непростит. И про других не забудьте, завітайте и до них, христиане, пісні співайте і молитись азамсіх. Святого Родісту, вновь дяде дейлі з двіх стов, вирі з двох христа шану і широко полядуем. Славьте Бога, ухваліть всі великі та малі. Дух святого Родісту, і сказав Христос, вновь дейлі з двіх стов, христа Бога проснулися. Ми приємі стане на всі і просто жадать всі на спасіння, люді, родіки, христа у даді, бажемо зиму, срабу вийде. Усей, святого Родісту, святого Родісту, сказав Дінарівна, теплі і сьогодні. Привітаю вас сьогодні від душі святим Родісту, когось дарці, Михайло Росподні, вас накриє рукаво, а від болів, сліз і смутів, хоронять вас на весах, зірка Санна Рекріємська надарує чудеса. Я вважаю вам добра, щастя в душах та уселі, щоб на цілий рік перегли щирі та веселі, щоб святкова коляда настрій добре піднімала і у день святий рідва вас на радість надихала. Хай різдвяне добра кастка, подарує тепло і ласку, хай різдвяне світлі зорі, ніше смуток в весі гори, щастя радістське добро, хай несе до вас різьбор. Вітання з різьбом прекрасним, хай кожен день буде ясним, хай будуть душевні сили, хай буде все, що просили, хай будуть близькі здоров'я, хай серце живе в любові. Хочу привітати вас із великим святом, радісним, чудовим і з різдвом Христовим. Будемо радіти і батьки, і діти, дідусі, бабусі, у Христі Ісусі за святий дарунок, за наш порятунок. Голосно співаємо, Бога прославляємо! Двірна новина світу з'явилась, радуйся, радуйся земле, що син Божий народився. Чистка я діва, сина породила, радуйся, радуйся земле, що син Божий народився. Двенцерських палатах, м'яска на сіній, радуйся. Радуйся земле, що син Божий народився. Ангелських хор Ісуса вітають, радуйся, радуйся земле, що син Божий народився. Триславні царі зі сходу приходять, радуйся, радуйся земле, що син Божий народився. Золото тарико дивимо миро, радуйся, радуйся земле, що син Божий народився. Щиро під серця Хрисусе вітають, радуйся, радуйся земле, що син Божий народився. Ірод цари тому дуже засмутився. Радуйся, радуйся земле, що син Божий народився. Хай жиротлов не марно погибає, радуйся, радуйся земле, що син Божий народився. А над нашим краєм зоря знесяє, радуйся, радуйся земле, що син Божий народився. Хай в році новим при святому різдві в сімлі ісповняться давній новій, як тим пастухам, хай вам англ щоднини приносить додому приємні новини. Христос народився! Злогімо Його! Пасі Господі! Ви знаєте, дітвора, ну хіба ж не таланти? Ну таланти які! Пасі Господі! А ви знаєте, дітвора, я дивлюсь не тільки на вас, як виступають, хто-то вже подрослений, де стоїть, коли первоклашкою був в Нікольському, бабушка за руку приводила, де, помню. Ну от вже такий взросленький, серйознішенький стоїть. Ну от Костя, взагалі вже парубок. Да, Костя? Ну що я заміту? Знаєте, дітвора виступає, матчка Стефанія переживає, так все старається з вами. Матчка Євдокія стоїть теж з такою улыбкою, з такою радостью на вас смотри. Дітвора, які ви щасливі, що ви в любви ростете. Знаєте, я вирос в селі теж. Я сільський чоловік, і може не було тоді таких грушок, накручених телефонів, ну які там селі були тоді, господи, в ті часи 70-80-х годів. Але у мене було щастя, у мене було три мами. Мама Рая, мама Маня і мама Аня. Мама Рая – це моя мама, мама Маня – це хрещена моя. І мама Аня – це батькова сестра, тетка моя рідна, яку я називав, моя друга мамочка, а вона мене назвала мій третій. У її двоє дітей було, двоюродні мої брати і сестричка. А мене назвала мій третій. Тобто, представляєте, коли я трьох чоловік могла мамами назвати в діттві. Разве це не щастя? Звісно, щастя. І независимо, є у тебе якісь грушки, нема багато, бідно там живуть в селі. Головне, що ти окружений любов'ю. І от дітвара, ви щастливі тим, що ви в цьому багатстві любви живете. І у вас є с кого пример взяти, ті, які з вами щас любов'ю діляться, а ви вирастете, будьте цей любов'ю ділятися. Тоже. Уже з тими, хто буде кругом вас. Помоги, Господи, всім. Молодці, дуже добре ж виступали так. Доброчко. Пасі, Господи, дітвара. Ну що, підходьте за подарками. Пасі, Господи, дарі. Добре. Держи. Ой, молодец, хорошо виступавто. Єди на другі. Там на іні ноті, щорися, анкрою, людям раді, сюди, і містали на шіні, все, що ти відсуваєш. Слід нас в шіні. У воді у небі зіронька є снігена, це меню, небеса радію. Что это за события, что это за новина, Пресвятая Дева народила сына. Бога встречаем, Кристиан, витаем, чтобы в каждой хате в мире плакать. Вечер сей святый, вечер сей святый. Десь далеко, в севую давнину, Воплотився наш Господь, витаем. Показав своєю пресвятою кровью, Як то нам потрібно сяяти любовью. Бога встречаем, Кристиан, витаем, чтобы в каждой хате в мире плакать. Вечер сей святый, вечер сей святый. Вирушаймо в тайную дорогу, Святі дари принесем Богу. Його прославляймо, милість раздаваймо, Частья и здоровья ближнему божаймо. Бога встречаем, Кристиан, витаем, чтобы в каждой хате в мире благо дати. Вечер сей святый, вечер сей святый. Привторка, слави моего! Ходите еще за подарком. Второй раз колядувала, втори подарки получаю. Все положено. Дуже шапки перенювайте. Пане господарю, довольте за колядувати. Колядуйте. Зараз вам вкусово, ми пришли ваш джин, Чио вчасне здоровье побажати всім. Хай доброви людей вас завжизни хвавае, Во все дядь митмарии Христосся рождае. Христосся рождая. Песня. 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 Спасибо, Господи, хлопцы, девчата, спасибо, Господи, Матушка, за деятельную любовь до цей детворы. Да, Коляда, Коляда, Украина молода, самая молодая у нас Варька тут, но подспівала хорошо, молодець, спасибо, Господи, потому что я вспоминаю просто, когда мы в актовом зале, первый раз со скрипкой я тебе почув, как ты на скрипке играешь, но тебе каждый год совершенствуется, совершенствуется, хотя сейчас, казалось бы, нема такой музыкальной школы, которая дала тебе начатки и любовь к скрипке, но, тем не менее, эта любовь в тебе есть и она развивается, и каждый талант человеку дается от Бога. Если человек прилагает свою любовь, усилия и труды, то Господь совершенствует этот дар. Спасибо, Господи, у вас всех, да, и Анна Сергеевна, спасибо, Господи, мы же как-то поменьше стали, за детворами вас не видно, да, вот, спасибо, Господи, Всех, кто сегодня живе в лавре, и учится в лавре, и утешает, и на службочках, и еще бегают на службы, возможности, и в школу ходят, и на службы ходят. Вообще, святі діти, Господи, я даже не знаю, за что их там выговоры какие-то робить или что, тут только одни подарки раздавать надо, правда же? Да, подходьте. Хейте, славный господарю, выходь до нас в хате, завітали щирим сердцем за полядувати. Радість Ливене шмарами, Христос зараздая, над містечком Миклоєва ясна золі сяя, то ж дозвольте, господарю, нам полядувати, нехай радість Ливенська завіта до хати. Радміся, земле, щаслива година, породила діва принцвічного сина. Хвалу Богу даймо, Христа прославляймо, святий вечір на землі. Не в царських палатах наш Господь родився, а між півчарами м'ясом положився. Хвалу Богу даймо, Христа прославляймо, святий вечір на землі. Не білу пирину Господу стелили, на п'язочку сіна його положили. Хвалу Богу даймо, Христа прославляймо, святий вечір на землі. На близьку Господь зоря засіяла, трьох царям премудрим вона будь являла. Хвалу Богу даймо, Христа прославляймо, святий вечір на землі. Пусть радость ходить в кожний дом з прекрасним святом Рождеством! Дякую Господь, звісно, це трудяшки на теплицях. І зараз теплиці такі у нас своеобразні. В одній теплиці кури живуть, в іншій теплиці кози живуть. І звісно, в ці дні теж були в місці з нами під бомбіжками. І де хто із вас коз пасли, ранені даже були. Вмісті з козами пострадавші. І таке було. Я ввспомінаю Олександру Павловну. Тільки бомбіжка пройде. Осколки по всій території, а на ході ведро, совок і метелка. Ході осколки підмітаю, ведро сцепаю, кажучи, Павловна, да шо ж тить! І каже, каже утречко, обстріл, не обстріл, опасність, не опасність Александра Павлова вокруг Успенського собора, с метелочкою, з ведром, щоб ці осколки нікого не смущали, щоб люди йшли в храм на службу, яка ежедневно завершалася, щоб не переступаючи з осколки, і, соответственно, в якийсь страх через це вид для своєї життя. А вона вбирала просто рекламу цю смерть, вбирала зглас людей, щоб люди спокійні, смірним духом могли пройти в храм на службу і там, соответственно, молитися. Спаси, Господі, вас за труди, спаси, Господі, за послушання, да, спаси, Господі, за то, ви знаєте, теж не тільки труди несете в обіті, не тільки послушання несете, но по мере сил ви свої молитви произносите в обіті. Це, мабуть, дороже всякого труда і всякого послушання. Ми все це такий, як такий день воспоминань. Я теж стою, вспомінаю наш 14-й год, коли ми в ноябрі місяці приїхали. Думали на пару недель, тут Матушка Валентина, Адамовський хор, говорит, «Маря, може ростовися?» Я говорю, «Може». «Ну, мабуть». Я говорю, «А скудас?» «На Рождество». Я говорю, «Ну как?» Мы тут на пару недель приехали, такое может быть Рождество, это еще и полтора месяца, это больше. И получается уже сейчас 10-е Рождество, и ребенок вырос. И я думаю, что духовно окрепно мы как-никак, мы все равно сил набрались, и духовно набрались, и от вас набрались любви Божьей. Мы научились у вас именно того, что ни идеи я никогда не слышала, это то, что к Мадушке Божьей, как к живой, общение, обращение такое вот. И мы ее стали принимать как живую, как свою мамочку. И когда это очень спасало, когда сидели в подвале, только была надежда на то, что она покроет нас. Когда мы думали вылежать, не вылежать, и Валяк говорит, а куда мы? Мы здесь под защитой. Спасибо, Господи, мне всего Бог. Еще хотела передать шпакон и поздравления от Ильи и Лены. Они тоже очень просили вам передать из Сан-Франциска. Они всегда ездят к Геншу-Хайскому и просят за нашу маму, за адамовских матушек, за всех для вас молятся. Иногда со мной не очень, конечно, переживают за нас, хотя мы их уже доживем. Да, спасибо. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи. С Рождеством Христовым. Спасибо. Мы пришли поздравить вас с Рождеством. Пусть в вашей жизни чудо приключится. Пусть радость, вдохновение и добро сумеют в этой обители поселиться. Пусть надежда, вера, теплота вас в жизни никогда не покидает. Пускай любая будет ваша мечта. Мы искренне вам лучшего желаем. Зажгла звезда, Христос родился и мирной любовью озарился. Пусть счастье входит в этот дом с прекрасным, светлым Рождеством. Спасибо, Господи. Всего самого хорошего. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи, Матышки. Вы знаете, Матышки на прачечной несли послушание все время у нас в монастыре. Ну, я не знаю, так уже по той прачечной готиле. Сколько там прилетов по ней было, сколько раз она уже горела. И нас там в подвале под той прачечной засыпало. Отец Феофан входы раскапывал тогда. Как начало стратегический объект у вашей прачечной была. Ну, ничего, несмотря на что, опять немножечко крышу накрыли, что-то подключили и потихонечку прачечная опять функционирует. И так же потихонечку, полегонечку все, что разбито, все, что, допустим, там требует ремонта, или требует какого-то, может, с нуля опять начинать. Ну, ничего, у нас уже опыт есть. Да, и опыт. А самое главное, что мы есть друг у друга, ну, в добром деле готовы друг другу помочь своим трудом, своей деятельной любовью. А это самое главное. Один в поле не воин. Да, а так, когда вместе, оно и беду легче переносит, и к чему-то созидательному тоже стремится. Тоже, ты бачишь, кругом помощников. И там потихоньку, там потихоньку, там что-то делается. И так в куче все. Да. Владком и дружненько, помоги Господи. Это Богу дорого. И Божией Матери тоже. Вы знаете, когда от бомбежки начались, то некоторые говорили, Владыка, давайте чудотворную икону Божией Матери спрячем. Куда-то ее. И я отказался, потому что, говорю, не мы ее, а Божия Матерь нас хранить. И лишить людей утешения, куда-то спрятать Божию Матерь, куда-то там подвал или куда-то, да. Лишить утешения людей, которые притекали к ней, и залог ее покрова и Божией милости видели в этой чудотворной иконе Божией Матери, и я не мог лишить людей этой такой последней надежды, последней радости. И до сих пор Царицы Небесной чудотворным образом своим, як стояла, так и стоять в нашем Успенском соборе. За все время, когда и окна вылетали, и осколки внутрь храм летели, да, во всем храме только одна стеклянная лампадочка разбилась. И то она ее вынула и поставила там на бордюрчике на мраморном, и просто как бы взрывной волной на пол. Она упала и разбилась на пол. А так Господь сохранила же не одна лампадочка, все целые были, все, да, Царица Небесная хранила, и хранит и храм, Суявитель и нас грешных. Спасибо, Господи Вас. ПЕСНЯ 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 Субтитры создавал DimaTorzok А Мария моты в лисе ночувала, В лисе, в лисе, в лисе на морозе вогонь розкладала. В лисе, в лисе, в лисе на морозе вогонь розкладала. Вогонь розложила, свечку запалила, Зоря ясна, ясна і прекрасна, на весь світ світила. Пала на коліна, милася сльозами. Ой, ти, Боже, Боже, наймиліший, змилуйся над нами. Ой, ти, Боже, Боже, наймиліший, змилються над нами. Прилетіло я в голярки, на докладики на колярки. Зірка з неба засіяла, будь то лаври указала. Мати діва народила, зірка ясна засвітила. Лавра прославля дитя і Ісус йому ім'я. Зірка з різдвом крестовим. Пасів, Господи. Хто вірші складав? Ось у нас перетес. Пасів, Господи. Рецепшн, як в стіжках собі назвали, рецепшн наш лаврський дев'ятого гостиного корпуса. Ну, це так, знаєте, рецепшн – таке іностранне слово, яке нічого не отображає. Який там рецепшн? Няньки. Няньки всіх, хто живе в дев'ятому корпусі, всіх, хто туди приїжджає. А вже, поскольку дев'ятий корпус, він такий гостинний, він як форпост тут перший стояв до набережної. Уже скільки і стекол вибитих попідметали, і скільки порядку попонаводили там в комнатах, і скільки ремонту подіяли, щоб вони були приспособлені і удобні для життя, для людей, які сюди приїжджали і приїжджають знову в лавру. Пасію, Господи, вас за ті труди. Само собі, що, ну, що-то ми, які-то труди ми бачимо. Какі труди бачить такий ангел-хранитель Господь. Ну, за все пускай Господь вас дасть, вам тим добром, який ви сієте і встрічаєте людей, приїжджаючих в Святий Гори. Пасію, Господі. А вірші складуться теж талант. А таланти, вони тільки від Бога даються. Ще один. Прийміть від нас балень і подарунок. Від серця чистого за вашу доброту і славим Святогорську Матері Божу, єдину рідну і оручу. Пасію, Господи. Ще про происвищення, що ви роди, як благословитися, Халіна. Пасію, Господи. В місті від Ледіні зоря засіяла, там причиста діва, сина породила Ісусе у яслях. Поклію наш прийми, під свою опіку візьми нас візьми. Рождество Христову Божого дитяті, хто Його полюбить, той буде вітати. Ісусе у яслях поклію наш прийми, під свою опіку візьми нас візьми. А Ісус маленький, той Його великий, хто Його полюбить, той буде щасливий. Ісусе у яслях поклію наш прийми, під свою опіку візьми нас візьми. Грають і співають, всі міста і села, щоби та дитина була вся весела. Ісусе у яслях поклію наш прийми, під свою опіку візьми нас візьми. Ісусе у яслях поклію наш прийми, під свою опіку візьми нас візьми. Христос народився! Спасибо, Господи, хлопці! Спасибо, Господи! Особенно, конечно, хочу поблагодарить сугубо за отця Лонгіна. Отця Лонгіна, конечно, многие із вас і почитають, і моляться за Його, потому що він так духовник такой, іросхімонах, і для братья, і для многих паломників був. Кому листовочку роздасть, кого пасваре, кому шо-то підскаже, кого-то бувало, лбом абоналой стукне, якщо не доходи, і таке бувало. Ну, батюшка лежить, ну, по суті, братья його вималили з того світа, потому що не надіялись. Ну, вже батюшка, вже скільки год? П'ятий год. П'ятий год уже лежить паралізований, отец Лонгіна, братя за ним ухажує, і коли каці Лонгіну, хоч рідко буває, якщо заходжу, ну, заходиш, отец Лонгіна, як дела? Показує так. От дай Бог, щоб каждый із нас, знаходясь даже в скорбі, в болезні, ось так завжди показував. А так буває, і коли з Богом. Коли з Богом, і коли любов'ю чоловік окружений, чуствує ту любов Божию через любов ближніх рядом колосами. Пасі, Господи, братья, за це. Пасі, Господи, братья і сістры, за те, що калядували, за те, що слухали, за те, що собрались з однією сім'єю сьогодні так от в місті. І хто калядував, хто не калядував, підходьте всі за подарками. Так. Подходьте всі.